Еще в начале судебных баталий Юлия Тимошенко обвинила во всех своих невзгодах президента Виктора Януковича. И уже исходя из этого, вела себя достаточно резко судьей, за что, собственно, леди Ю и взяли под стражу на одном из слушаний. Утром же 11 октября, в день, когда прозвучал приговор, Тимошенко в очередной раз обвинила президента. Этот приговор ничего не изменит в моей жизни, в моей борьбе. Хорошо, что приговор будет выносить не судья Киреев, а президент Янукович, заявила Юлия Тимошенко перед началом судебного заседания. В отличие от предыдущих заседаний, где журналистам было запрещено находиться, суд ссылался на рассмотрение секретных государственных дел. Это проходило в прямом эфире. И уже на всю Украину Юлии Владимировне озвучили приговор. Формально, с точки зрения закона, ей дали минимум. А правильно это или неправильно, это уже вопрос, на который должен отвечать суд и те люди, которые непосредственно в этом деле участвуют. Обязательным условием привлечения, наступления ответственности за должностное преступление является наличие ущерба. То есть ей предъявили ущерб в размере полутора миллиардов гривен. А вопрос исполнения, то есть удастся ли этот ущерб взыскать или нет, это уже вопрос исполнительной службы. Не успел судья зачитать приговор, как последовала реакция из Европы. В Германии разочарованы приговором Тимошенко. Франция призвала Украину защищать права и свободы людей. Приговор Тимошенко вызвал в Великобритании глубокую озабоченность. Пестрили заголовки многих интернет-изданий. А генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что политические решения, а именно таковым он считает приговор Тимошенко, должен оцениваться парламентом, а не судами. В демократии суждения о политических решениях должны быть оставлены парламенту и избирателям, а не судам. Отметил он и выразил надежду, что декриминализация ряда статей Уголовного кодекса позволит избежать подобных судебных процессов в будущем. Политологи объясняют такую резкую заинтересованность со стороны Европы стремлением к контролю над слабыми государствами. Да и проще делать ставки на двух политиков, время от времени меняя их кандидатуры. А сегодня складывается такая ситуация, что сильный игрок остается только один. И это не выгодно ни Европе, ни Штатам. Существуют определенные последствия для внешней политики Украины, для восприятия Украины со стороны Европы. Здесь нужно отметить, что это не первый сигнал со стороны Европейского Союза. И вот тот выбор вектора развития, который сегодня вновь актуален для Украины, наверное, эти события показали, что наша судьба не безразлична как для Российской Федерации, так и для Европейского Союза. Не до умения приговором Тимошенко вызвал премьер-министр России Владимир Путин, отметив при этом, что сама по себе цифра 7 хорошая. Реакция России в данной ситуации специалистам понятна. РФ защищает свои интересы. И если Западу и России удастся убедить нынешнюю украинскую власть освободить Тимошенко, то результат грядущих парламентских выборов становится все сложнее спрогнозировать. Каждый политик первого эшелона в нашей стране имеет за собой поддержку достаточно большого количества населения. И это необходимо учитывать при всех политических разгадах, поскольку именно выборы в Верховную Раду Украины, они покажут, насколько реальные претензии, политические амбиции, экономические амбиции того или иного политического игрока. По мнению экспертов, в деле с Юлией Тимошенко есть два выхода из сложившейся ситуации. Первый – довести дело до конца, то есть оставить приговор в силе, а возможно и что-то добавить. Ведь против экс-премьеры расследуются еще три уголовных дела, но тогда для Украины вход в Европу будет закрыт надолго. Второй – позволит Леди Ю выиграть апелляцию, а перед Европой заявить, что наша судебная система, к сожалению, несовершенна. Как поступит глава нынешнего руководства Украины – неясно. Леонид Соболев, Константин Кустов, телекомпания АТВ.